Девушки отдыхают Девушки отдыхают И таки кое-что здесь есть Вот, видите, значит не зря я сюда зашел Открыть монитор Закрыть монитор Ха-ха-ха, нет Здесь все-таки Ничего интересного нету Ну ладно Ну в любом случае проверить бы стоило Правильно, почему бы нет Монитор, конечно, ничего не передал Но зато мы узнали, что здесь Кое-что все равно есть, что активировать И это весело Хотя зачем нам активировать монитор Я, честно говоря, не очень понимаю Он нам в принципе не нужен Но почему бы нет Почему бы нет Ладненько, бежим дальше И продолжаем исследовать Близь лежащие планеты И сейчас мы отправимся на миссию С Гарусом С вот этим замечательным чуваком И он нам покажет Очень хорошие вещи Что ж Насколько я помню Здесь у нас нет ничего больше интересного Мы прокатились вот так вот И в принципе все нормально Возвращаемся на Нормандию И готовимся к тому, что будет Довольно сложная миссия Насколько мне не изменяет память Никто со мной не хочет говорить Я прошел ваш рапорт О случившемся, капитан Я рад, что вам удалось взять доктора Вейна живым Теперь мы можем привлечь его к ответственности И узнать, что случилось Кажется, Капралу Тумсу стало легче Будем надеяться При должном лечении он сможет вернуться к нормальной жизни Я надеюсь, капитан Это поможет вам найти покой Спасибо Пятая флотилия, отбой Отлично Хоть кому-то сделали пока хорошо Жалко Тумпса У него довольно нехилые проблемы Ну что ж, полетим в систему Гершель Будем надеяться, что там нас ждет что-то интересное Ну точнее как Там нас действительно ждет кое-что интересное Нам нужно на Федел Вот нам даже помечается Как вы видите, это квестовое задание Значит, пока мы будем исследовать другие вещи Итак, Тунгель Крупная планета земного типа, размеры которой почти в два раза превышают размеры Земли Плотная атмосфера Тунгеля содержит азот и этан Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока, состоит большей частью из железа Имеются многочисленные залежи тяжелых металлов и радиоактивных элементов Планета является настоящей минералогической находкой, поэтому многие корпорации пытаются получить право на ее разработку Ну, грубо говоря, это вся планета состоит из металла, по сути Поэтому да Клобока Планета земного типа, средних размеров, имеющая мутную углеводородную атмосферу Поверхность состоит большей частью из хлоридов Встречаются залежи углеводорода в жидкой и твердой форме Матол Ни одна из предпринятых попыток составить карту Матола не была успешной Для небольшой, по обычным меркам, скалистой планеты Матол обладает очень плотной атмосферой, состоящей из углекислого газа и аргона И содержит необычно много водяного пара Туманы и дожди — обычное явление на безжизненной поверхности Матол имеет все предпосылки для треформирования Но его небольшая масса и высокий уровень радиации, исходящий от активной голубой звезды Гаршель Ставят его в конец списка потенциальных претендентов Грубо говоря, вот эта замечательная планетка не дает нормально Точнее, звезда Ладно Водородно-гелевая атмосфера Калугона имеет яркий изумрудный оттенок Благодаря присутствию хлора и изонированных газов У планеты около ста спутников Нихреново, так не правда ли? Но нам нужен всего один Итак Точнее, даже не спутник, а просто корабль Федели Модульный транспортный корабль класса Каолун Разработанный землянами Помимо стандартного грузового отсека, на корабле имеется несколько модулей для биологических исследований Владелец, частное лицо, доктор Эр Харт Естественно, мы берем на эту миссию Гаруса Без него тут никак Хотя, по-хорошему, не брать бы его сюда И было бы все намного проще Но Я ему обещал, поэтому Я, честно говоря, плохо помню, что здесь делать И что здесь было Но помню, будет больно Так, готовимся, мальчики Ага Он вывел некоторое подобие кетов Ну вы же узнали это Этих существ Точнее, не гетов, а Веселых ребят с кое-какой планеты А точнее, колонии, которые мы не так давно исследовали Собственно, так как от наших ребят здесь не особо много толку Мы можем и в одиночку их всех перебить Замечательно В принципе, мы могли сделать много взрывов Но Зачем это нужно? Тут как бы и так все нормально Ну а наши ребята и так Вполне себе Могут отхилиться Но лучше, конечно, это сделать за них Потому что сами нихрена это не делают Ну кроме Рекс Рекс, естественно, сам отхилится А вот Гарус Гарус такой фигней не страдает Поэтому нужно ему часто в этом помогать Я сейчас пытаюсь найти какие-нибудь интересные контейнеры Возможно, мне удастся что-то найти Но Скорее всего, нет Итак, мы находимся на судне Если кто еще не понял Это грузовой какой-то корабль Почему грузовой? Потому что здесь очень много Различных грузов Что как бы Подразумевает Вот Будем надеяться, что мы найдем здесь То, что ищем Можем пройтись вот сюда Спасибо Спасибо, что спасли меня от этих Капитан, это он Доктор Саллион Что? Меня зовут Харт Доктор Харт Прошу вас, заберите меня отсюда Вы уверены, что это он? Так точно На этот раз вы не убежите, доктор Я бы вырезал вам все органы Да жаль, некогда Вы сошли с ума Он сошел с ума Пожалуйста, не дайте ему это сделать Мы берем его с собой Забросим его к военным Но Он в наших руках Нельзя ему дать уйти Опять Если он будет мертв Мы так никогда и не узнаем Что и как он делал Мы его возьмем Допросим И он получит свой срок Я Хорошо, вы правы Ты очень везучий Саларианец Ты обязан Капитану Своей жизнью О, большое вам Спасибо И он все равно мертв Зачем все это было нужно? Нельзя предсказать Чужие действия, Гарус Но можно контролировать Свою реакцию на них Я свою реакцию Контролирую Да Я раньше не встречал Такого человека Как вы, Капитан Что ж Пожалуй, здесь мы закончили Медицинское оборудование Саллиона Пропитано кровью Представителей многих рас Светло-голубой Фиолетовый Оранжевый Во многих местах Тверно-красный Но больше никто Не пострадает От рук этого безумца Его карьера окончена Пора возвращаться На Нормандию Но перед тем Как мы вернемся На Нормандию Мы, естественно, осмотрим Все, что здесь было Есть и будет И начнем мы Вот с этого веселого шкафчика Ага О, биоусилитель Унигель Отлично Так, еще что-нибудь Интересное Так, давайте Сохранимся На всякий случай Я не хочу Лишний раз Прокакивать Отличные Улучшения Поэтому Черт Вот об этом Я, в принципе, и говорил Да А за унигель Я открывать не хочу Поэтому я буду Загружаться Быстрое сохранение Конечно же Я очень В этом плане Скажем так По-еврейски Себя веду Но Такова Моя суть Здесь Я не люблю Тратить Унигель Несмотря на то, что У меня его много Я его обычно Трачу на Какие-нибудь Простые вещи Шифровка Низкий уровень Навыка Здесь, к сожалению Да, мы не сможем Взломать Потому что у нас Нету Нужных нам Людей И в связи с этим Мы не взломаем Данные вещи Обидно На самом-то деле А вот Пойдем посмотрим Что у нас дальше Контрольная панель Открывается И мы видим Здесь Собственно Судно Судно корабля Ладно 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 Ничего сильно Интересного Здесь больше нету Насколько я помню Только вот Та вот Панелька С дошифровкой Если я не ошибаюсь Если я смогу Взять сейчас И пойти сюда Еще раз То взяв с собой Кое-каких Других Солдат Ну Скажем так Группу Моих Ребят В другом Составе Я смогу По-моему Открыть Просто ради интереса Сейчас я попробую Я этого давно Не делал Поэтому Хочу посмотреть Вернуться на Нормандию Насколько мне не изменяет память Я все равно смогу По-моему Попасть туда Да Я смогу Еще раз Высадиться И на этот раз Я буду Брать Так Технические умения Мне нужны Два техника Это Гарус И Ляра Подтвердить Да Конечно Отлично Ляра 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 Кстати Так и не восстановилась Смешно Ладно Сейчас я попробую Просто открыть Вот эту фигню Заодно Если У меня получится Ее открыть Значит У меня будет Возможность Нормально Взаимодействовать И с остальными Вот этими вещами Которые Помните Я на планетах Находил У меня было Недостаточно навыка Соответственно Вот Нет Все таки Низкий у нас Уровень навыка К сожалению Никто Взломать Не может И давайте Глянем Посмотрим Нихрена Себе Я тут Нашел Винтовочку Нихрена Себе Я тут Нашел Винтовочку Точность Хорошая Просто Офигенная Точность Огонь Доперегрева Офигенный И урон Офигенный И прям Ух Прям Мечта Так Ладно Давайте Поглядим Что у нас Здесь есть Чуть-чуть Пониженная Точность Но Что-то Довольно Нехилый Нехилый Довольно Таки Урон Идет Я вот Думаю Наверное Поставить Дробовик Торнадо И вот Здесь Пожинатель Он выше По Уровню Но Как вы видите Не настолько Лучше Как хотелось бы Ладно Глянем По броне Может у нас Что-то Появилось Нет У нас К сожалению Ничего Не появилось Такого Интересного А хотя Нет Смотрите Легкая броня Турианца Появилась Довольно Таки Печальная По виду Ладно Ну и Укварианки Тоже Появилось Кое-что Интересное Вот она У нас Теперь Будет Вот такая Или Можно Сделать Как она Была Ну не знаю Мне вот Этот костюмчик Больше нравится На самом деле Ну окей Пусть будет Вот эта броня Хотя Нафиг Она ей нужна Разницы Нет О Бонус Перезарядки У нее Инструмента Но ей Это не надо А вот Гарусу Гарусу По-моему Он нужен Нет Нет У него В принципе Усиление Счета Бонус Медперезарядки В принципе У него И так Довольно Таки Все неплохо Очень печально На самом деле Что мы Не можем Открывать Вот такие Шкафы Значит Скорее всего Мы на планетах Тоже ничего Не сможем Делать Потому что Мы не Обладаем Такой силой Скажем так Это очень Обидно На самом деле Так Ну да Там Как бы Мы никак Не сможем Это сделать Кидаем Гранатки Тут разные А делать Нефиг Ладно Давайте Выходим Посмотрите На броню На броню Тали Кстати Она тут Вообще Отжигает Просто С броней Давайте Вернуться На корабль И улетаем Отсюда Больше мы Здесь Сделать Насколько я Помню Ничего Не можем Значит На планетах Мы с вами Тоже К сожалению Ничего Не сделаем Обидно Но Что Сделаешь У нас Есть цитадель Мы можем Вернуться На цитадель Там Кое Что Посмотреть Местное Скопление Археологическая Площадка Леарта Соня Скопление Вояджера Гамма Аида Туманность Армстронга Мы в туманности По-моему Были Коричневое Море Мы не были Это Хокинга Давайте Перед тем Как куда-то Лететь Мы загоняем И посмотрим Вдруг появилось Какое-то Интересное Оружие Для нас Или Не появилось Не знаю Как бывает По-разному Все И мы Сейчас Попробуем Поговорить Еще заодно С Гарусом И узнать Его мнение По поводу Его Последней Миссии Надеюсь Оно будет Положительное Хотя По идее А какое Оно еще Должно быть Долгая Какая-то Загрузка Была Ну ладно Продвигаемся Вперед И говорим С Гарусом Капитан Рад вас Видеть То есть Это все Это все Чего вы хотите Шепард Почему вы пошли В наемники Много причин Какие Какие Надо было Улетать Из нашей системы Надо было Что-то есть Надо было Выживать Почему вы Не остались Помочь Своему народу Я пытался Помочь Потому и Надо было Улетать Что случилось Меня Предали Я был Главой Небольшого Племени Мы Старались Восстановить Порядок После Войны Но Другие Племена Были Против Их Вождем Был Джаред Один Из Немногих Полководцев Кто Пережил Войну С Турианцами Но Он 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 Стар Как И Его Идеи Он Хотел Продолжить Войну Хотел Чтобы Мы Дрались С Турианцами С Соларианцами Друг С Другом Не важно С кем Лишь Бы Драться А Вы Чего Хотели А Я Хотел Чтобы Джаред Заткнулся Перестал Мутить Воду Но Он Не Понимал Что Все Изменилось Нас Было Слишком Мало Для Войны А Если Бы И Нет Кинофак Не Дал Бы Нам Быстро Пополнить Свою Численность Я Убеждал Всех Отказаться От Войны Нужно Было Заняться Выведением Потомства Хотя Бы На Одно Поколение Какое То Время У Нас Все Получалось Некоторые Племена Начали Объединяться Я Полагаю Полководец Это Не Оценил Нет Не Оценил Он Договорился Устроить Сходку Встречу Племен На Ничьей Земле Хотел Поговорить Мы Сошлись У Курганов Там Где Могилы Предков Черепа Наших Мертвых Лежат На Виду Чтобы Мы Помнили Откуда Пришли И Куда Уйдем Это Самое Священное Место Для Всех Кроганов Насилие Там Запрещено Похоже На Ловушку Неужели Вы Ничего Не Подозревали Подозревал Но Когда Отец Зовет Тебя На Сходку Даже У Нас Есть Нерушимые Законы Джаред Это Ваш Отец Был До Того Дня Мы Говорили Но Ни К чему Не Пришли Когда Стало Ясно Что Я Не Пойду За Ним Он Подал Сигнал Его Люди Поднялись Из Словно Зомби Мои Парни Быстро Погибли Я Сумел Спастись Но Сперва Ткнул В грудь Отцу Ножом Вот Почему Я Улетел И Почему Никогда Не Верну Ваш Народ Правда Вымирает Сильнее Мы Слишком Многие Виды Покинули Свою Родину А мы Не И Мы Улетаем Ясно А там Собственно Мы Ничего Не Возвращаем Не Можем Разузнать Про Вымирание Про Семью Единственное Теперь Можем Узнать У Вас Должны Быть Другие Родственники Кроме Отца Вы По Нем Не Скучаете Пытаетесь Довести Меня До Слез Шепард У Меня Остались Незаконченные Дела С Родными Но Это Все Что За Дела Перед Тем Как Улететь Я Дал Клятву Отцу Моего Отца Я Поклялся Вернуть Боевые Доспехи Моего Рода Их Отняли У Нас После Восстания Что В этих Доспехах Особенного Это Реликвия На На самом Деле Бесполезная Но До Войны Их Носили Пять Поколений Моих Предков Они Мои По Праву Сначала Их Забрали Турианские Солдаты После Войны Нам Запретили Носить Доспехи И Оружие А Теперь Они В руках Тонна Актуса Эта Турианская Мразь Коллекционирует Военный Антиквариат Нехило Наварился На Ворованных Кроганских Ценностях Свой товар Все Укреплены И под охраной Где Именно Доспехи Я не знаю Просто Скажите Где Нужно Искать Я Загружу Координаты В ваш Компьютер Но Капитан Когда Вы Их Найдете Я Хочу Быть Рядом До Встречи Рекс Шепард Ну что У нас Появилось Новое Задание Дорогие Друзья И Да Мы Кстати Можем Как обычно Прокачать Нам Навыки В данном Прокачивать Здоровье Хотя Я думаю Что Даже Не знаю Ближний Бой Нам На самом Деле Не так Тоже Сильно И Нужен А вот Штурмовые Винтовки Открывают Снайперские Винтовки Блин Ну Хотя Все равно Надо В итоге Прокачивать Правильно Даже Не знаю Ладно Либо Первая Помощь Либо ХП Дайте ХП Прокачаем А там Посмотрим Максимально На 30% Здоровье Увеличивается И нам Нужен В инвентарь Заглянуть Еще раз Поглядеть Вроде Все у нас Здесь Да Я же Поставил Только что Вот Я хотел Попутно Еще заглянуть К контенданту Альянса Да Давайте Посмотрим Что у вас Имеется Как Скажете Капитан И давайте Сравнивать Медведица Хуже Тех И биозащита Лучше Но В итоге Хуже Хотя Здесь Видите Опять-таки Мы можем Проверять Точнее Сравнивать Только с собой И Это Немножко Печалит То есть На самом-то Деле Она Лучше Чем Та Что есть Ну ладно Так Снайперская Винтовка Хуже 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 Пистолет Тоже Хуже Ну и Уникальный Предмет Улучшения Граната Увеличивает Количество Приносимых Гранат На Единицу Кстати Почему бы Нет Почему бы Не купить С этим У нас Обычная Проблема Так Давайте Посмотрим Сравнить Броня Турианца Средняя Броня 32 204 18 Турианец У нас Всего Один Шкафчик Гаруса Итак У него 120 37 Нет Это Не то 8 91 26 Проблема Как бы Поэтому Да Мы покупаем Для него Эту броню И идем Ему Устанавливать Ее Сразу Конечно Я интересуюсь Твоими Новинками Надеюсь У тебя Ничего Не изменилось Нет У него Ничего Не изменилось Что Просто Замечательно Отлично Мы купили ему Броню И можем Ее Тут же Установить Экипировать Гаруса Ой Штурмовая Винтовка Лучше Урон ему Увеличить Наверное Так Где он Почему он Не может Носить Медведицу Эй Мужик Ты почему Медведицу Не можешь Носить А Так Вот с этим Надо будет Потом Разобраться Ладно Коли мы С вами Не можем Ничего Особо Здесь Сделать Попробуем Поговорить Еще с Талем Узнать Ее личный Секретик Так сказать Шепард Хорошо Что вы Здесь Рада Снова Видеть Вашу Улыбку Вот Я стала Гораздо Лучше Спать Привыкаю К тому Как у вас На корабле Тихо Но я Не хочу Мешать Вашей Миссии Шепард Сначала Остановим Сарана А потом Уже Я могу Заняться Своими Делами Мне Нужно Идти Увидимся Ну Как-то Так Хотя Я не знаю Как она Может Здесь Видеть Ее Улыбку Но Окей Надо Еще Поговорить С Эшли Давно Мы С ней Не Болтали Возможно Есть Какие Личные Вопросы Которые Она Может С нами Обсудить Капитан У вас Есть Минута Поговорить С глаза На Глаз Конечно Я Просто Просматриваю Почту Из Дома А Пока Я Здесь В Новостях Показывали Здорово Сестричка Давайте Сделаем Вид Что Вы Этого Не Слышали Лейтенант Интересует Вас Сержант Нет Мэм К тому Жуходят Слухи Что Он Влюблен В Другую В чем Дело Вы же Пришли Не мою Личную Почту Подслушивать Семья Для вас Кажется Очень Важна Да Мы Всегда Были Близки Особенно С Сестрами Папа Постоянно Был На Службе Я Помогала Маме Их Воспитывать Ваш Отец Служил На Флоте Да И Все Время Пропадал В космосе Из Кожи Лес Лишь Бо Его Заметили Но Так И Не Поднялся Выше Рядового Третьего Класса Он Очень Гордился Когда Я Стала Сержантом Артиллерии Первым Делом Отдал Мне Честь А Ваша Мама Вы О Месяцев В походе У нее Диплом По планетарной Геологии Они С папой Хотели Повидать Новые Миры Но Она Отказалась От Карьеры Чтобы Воспитывать Нас У вас Несколько Сестер Похоже Семья Большая Да Я Старшая Потом Эбби Потом Лин И Сара Самая Младшая Она Еще В колледже Четыре Девочки Папа Говорил Что Дома Приходится Бороться С численным Превосходством Покруче Чем На учениях Где вы Росли Да Где Придется Прежде Чем Я Начальную Школу Закончила Нас Шесть Раз Перебрасывали С места На место Куда Командование Пошлет Туда И летишь Сами Знаете Наверное Потому Я К сестрам Так И Привязалась Нам Каждые Два Три Года Приходилось Всех Друзей Бросать Вам Повезло Что У вас Есть Родные Простите Я Забыла Что Вы Сирота Не Волнуйтесь Уильямс Мне Не Впервой Зачистить Целый Бункер Вооруженных До Зубов Врагов Нет Проблем А Вот Красиво Говорить Это Уже Не Ко Мне Одно Время Между Мно И Сарой Отношения Были Напряженные А Потом Мы Помирились Что За История Расскажете Сара Завела Себе Мальчика А он Сразу Попытался Взять Быка За Рога Майк Его Звали Не То Чтобы Он Был Плохой Парень Просто Нетерпеливый Лин Слала Мне Озабоченные Письма А я Советовала Ей Не Психовать Где Вы Были Когда Это Все Происходило На Действительной Службе Сара В этом Году Колледж Заканчивает А Том Было Пару Лет Назад Они Жили На Матерасу А Меня Тогда Послали На Чернобог Это В том же Скоплении Но В десятки Световых Лет Достаточно Близко Чтобы Постоянно Общаться А Если Что Случится Прилететь Не Успеешь Я Же Скоростной Билет Не Могла Себе Позволить Если Он Ее Правда Любил Потерпел Б Да Если Б Он Вообще К Нездорово Майк Позвал Ее На Романтическую Прогулку По лесу Подумал Что Вроде Как Им Давно Уже Пора Было Это Сделать Ну Она Его Шибанула Мордой Об дерево И Пошла Прочь На Самой Ни Царапинки Хорошо Что Мама С папой Нас Научили Кое Какой Самозащите Я Взяла Отпуск По Семейным Обстоятельствам И Несколько Дней Провожала Сару В школу А почему Не заявили В полицию Она Сказала Что Это Не решит Проблем Только Ославит Их С Майком На Всю Округу Колония Там Была Маленькая Я Сказала Что Она Вправе Решать Пусть Поступает Как Хочет Мама Очень Разозлилась Из-за Этого Вы Сказали Что Всех Ваших Сестер Родители Учили Самозащите Лин Стреляла Из пистолета Но Ей Это Не Нравилось Нервничала Сара Занималась Акидо Эбби Решила Учиться Фехтовать Она У нас Странная Любит Широкие Юбки И узенькие Такие Топики Хотя На ее Фигуре Это Смотрится Неплохо Вы Чем Занимались Меня Папин Друг Учил Рукопашному Бою Космической Пехоты Вы Сказали Что Всех Ваших Сестер Родители Учили Лин Стрелял Так Понятно Это Мы Пропускаем Хотя На ее Фигуре Это Смотрится Неплохо Вы Проделали Такой Путь Чтобы Водить Сестру В школу Всего 12 Световых Лет Один День Перелета Я же Не с земли Летела Или Там Откуда Нибудь В последний День Моего Отпуска Майк Нас Подкраулил Сара Все Рассказала Друзьям Так Что Вся Школа Знала Что Он Сделал Его Это Взбесило Я Хотела Его Пополам Порвать Но Сара На Меня Так Посмотрела Мол Да Я Сама Это Мои Дела Она Была Совершенно Спокойна Бог Мой А он Ей В лицо Орал Дала Ему Выкричиться А Потом Он Пытался Ее Ударить Она Просто Вокруг Него Обошла Потом Смотрю А он Уже Круто Сара Похожа Такая Же Как Вы Она Даже Лучше И Это Самый Обычный Перфоратор На Ножках Он Замахнулся А Ее Ее Уже Не Было На Том Месте И Он Упал Она Помогла Ему Остановить Кровь А Меня Заставила Вызвать Скорую Докторам Сказала Что Он Упал И Перед Тем Как Майка Увезли В больницу Он Коснулся Ее Руки Я Думала Он Опять На Земле Окажется А Он Свесил Голову Шепнул Извини И Заплакал А Она Его Обняла Женщины Уильямс Словами Не Бросаются Капитан Мы Делаем Что То Только Когда Готовы Ни Раньше Ни Позже Ваша Сестра Непростая Девушка Но Вы Совсем Не Говорили Об Отце Он Был На Службе Папа Всегда Хотел Служить В Космосе Но Чтобы У Нас Под Ногами Была Твердая Земля Говорил В Космосе Красиво Но Детей Там Не Вырастешь Покой Не Для Меня Я Сушу До Премудрых Не Думала Что Услышу От Вас Стихи Думаете Раз Я Способна Попасть Вам Промеж Глаз Сотни Метров Мне Не Могут Нравиться Красивые Стихи Только Никому Не Рассказывайте Улис Был Папиным Любимым Стихотворением Каждый Раз Перед Полетом Он Записывал Как Я Вычитаю К Отставке У Него Накопилось С Десяток Разных Когда Попадаю Домой Папа Умер Несколько Лет Назад Но Думаю Он Смотрит На Меня В Смысле Оттуда Куда Мы Попадем После Смерти Точно Так Капитан Он Теперь С Богом Для Вас Это Не Проблема Что Я В Бога Черт Ну Ладно Скажем Ей Что Мы Тоже Верим Знаете Такую Старую Поговорку Не Бывает Атеистов В Окопах Под Огнем Я Под Огнем Бывала Часто Да Пожалуй Я Встречала Людей Которых Раздражала Моя Вера Говорили Как Можно Работать В Космосе И Верить В Высшие Силы Выглянули Бы Эти Ребята В Окно Как Можно Смотреть На Эту Галактику И Ни Во Что Не Верить Мне Надо Возвращаться К Своим Обязанностям Не Хотела Отнимать У вас Столько Времени Да Нет Все Нормально Вы Свободны Сержант Мэм Я бы даже сказал Мы услышали Довольно Веселую Историю Поэтому Почему бы Нет Ладненько Так Что нам С вами Нужно Сделать Это Отправиться Куда Нибудь Следующее Место В данном Случа Мы можем Пойти По стопам Нашего Веселого Ракса И попробовать Найти Броню А можем Поговорить Как вариант С Аленкой Потому что С ней Мы не Говорили Довольно Давно Кстати Аленку У нас ждет Довольно Печальная Судьба На самом Деле Шкафчик Капитана Взять А Замечательно У вас Сейчас Есть Время Для Разговора Капитан Конечно Садитесь Пока Что Все Шло Как По Нотам Но Поддержки Ждать Не Приходится Придется Принимать Тяжелые Решения Я Просто Хочу Сказать Постарайтесь Оставить Пути Для Отступления Я Видел Что Бывает Когда Кто То Приперт К Стенки И Не Хотел Бы Чтобы Это Было С Вами Шепард Капитан Нельзя Так Обращаться К Старшему Позванию Лейтенант Я Говорил С Вами Не Как Со Старшей Позванию Мэм Я Хочу Чтобы Вы Меня Поняли Ориентируюсь На Вашу Реакцию Если Я Зайду Слишком Далеко Скажите У нас Вечно Не Хватает Времени На Разговоры Вам Не Нравится Что Происходит Имейте Ввиду Я Не Ставлю Под Вопрос Ваше Решение Шепард Просто По Моему Опыту Если Что Спускать На Тормозах Тормоза Могут Сорваться Понимаете О чем Я Рассказывайте Кайден У вас Над Головой Будто Черная Туча Повисла Постараюсь Не Затопить Корабль Есть Записи О курсах Подготовки Биотиков На Нулевом Скачке Они Все Засекречены Потому Что Альянс Допустил Ошибку После Первого Контакта Для Отслеживания Случаев Облучения И Разработки Имплантатов Был Основан Канатикс Как Только У нас Появилось Посольство На Цитадели Канатикс Притащил Экспертов Есть Причина По Которые Люди Не Могли Сами Все Изучить Не Знали С чего Начать Да На То Чтобы Вообще Связать Биотиков Санэ Ушли Годы Едва Можно Было Уследить Чтобы Ребята Руки Ноги Себе Не Поломали Ни О Каком Телекинезе И Всем Таком И Речи Тогда Не Было Но Учителей Выбрали Очень Неудачно Экспертами Могли Быть Только Инопланетяне Точно Так А именно Турианцы Вот Почему Канатикс Держал Все Втайне Боялся Что Подумают Люди На Земле Только Что Воевали С Турианцами А теперь Просим У них Помощи Азари Были Были Более Приемлемы Чем Турианцы Да Но Компания Не Могла Действовать По Официальным Каналам Это Выставило Бы Землю Слабой Так Что Канатикс Делал То Что Считал Лучшим Для Нас Это Было Не Лучшее К Нам Притащили Турианца Бывшего Военного Капитана Вирнуса Для Знакомства Он Любил Говорить Я Был В рубке Дредноута Который Расстрелял Твоего Отца А Я Ему Сказал Что Мой Старик На Войне Не Был Он В Отставки Был Ванкувере У Нас Там же Как Либо Ты Становишься Суперменом Либо Инвалидом Много Кто Сломался Да И Трупы Были Я К тому Что Когда Сильно Нажимаешь Не Всегда Ясно Кто За Это Расплачивается Зачем Вы Мне Это Рассказываете Я Могу Вам Как То Помочь Пережить Это Мне 32 Года Шепард На Службе Столько Не Протянешь Если Не Примиришься Сам Много Значит Да Если Я Не Прав Только Скажите Вы Правы Кайден Но Существует Устав Я Вас Понял Шепард Я Привык К Субординации Просто Обдумайте Мои Слова Пытаюсь Понять Настрой Команды Есть Что Сказать Хватит Мне Тратить Ваше Время Капитан С Личными Беседами Еще Успеется Что Вы Думаете О Последней Миссии Хорошо Что Не все Инопланетяне Похожи На Торианина А то Бо Мой Желудок Не Выдержал У Меня Есть Кузен Он В Агробизнесе Думаю Не Позвонит Ли Ему Может Он Сможет Начать Поставки На Ферос Они Ведь Теперь Отрезаны От Компании Поговорим Позже Кайден С Какой Он Меркантильный Человечек Ну Да Ладно Так Давайте Тогда Поднимемся Наверх И уже Полетим Куда Нибудь Собственно На этом Наверное Попутно Закончим Серию Открывайте Отлично Так Ладненько Открыть Гарту Черт Надо было Перед этим Посмотреть Где у нас Находятся Интересные Миссии Так Мы здесь Туманная Старая Стренга Бла 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 Фероскопление Гамма Аида Астероид Икс Местное Скопление Дом Солнце Итак Нептун Несмотря на то Что Нептун Как и Уран Имеет богатое Месторождение Гелия Он не является Перспективным Местом Его добычи До появления Двигателей Использующих Эффект Массы Разработка Месторождений На Уране Обходится Дешевле По этой причине Заметное Освоение Нептуна Не происходит Единственные Постоянные Населенным Пунктами Является Небольшой Исследовательский Комплекс На Тритоне Уран Появление ССД Привело К ускоренному Освоению Урана Из-за Больших Запасов Гелия-3 И невысокой Для газового Гиганта Силы Притяжения Антпланеты В настоящее Время Уран Является Основным Источником Гелия-3 На территориях Контролируемых Альянсом Население Аж 371 Тысяча Следующий Будет Юпитер Да и Сатурн Простите Промахнулся А с 2150 Года Сатурн Является Крупным Источником Гелия-3 Который Используется На термоядерных Электростанциях На его спутнике Титане Добывают Углеводороды А также Проводится Обучение Космоэрпехов Альянса По выживанию В условиях Враждебной Окружающей Среды Население Титана И орбитальных Станциях 117 тысяч Юпитер Мощная Сила Притяжения Юпитера Высокий Уровень Радиации Мешает Основательному Освоению Его спутников Самым Крупным Поселением Является Расположенный На внутренней части Ледяного Панциря Европы Комплекс Наутилус Принадлежащий Корпорации Бейнери Хеликс Всех Спутников 9100 Население Не так уж Много На самом деле Марс Венера Земля И Меркурий Остался Итак Марс После Открытия Возможности Путешествия На сверхсветовых Скоростях Развитие Марса Предназначенного Когда-то Для колонизации Терраформирования Остановилось На южном полюсе Планеты Находится Исторический Заповедник Созданный На месте Найденных Там Партаанских Руин Заселение И развитие Ограничено Ввиду того Что поиски Партаанских Артефактов Продолжаются Год Основания 2103 Население 3,4 миллиона Венера На Венере Температура Поверхности Которая Чрезвычайно Высока Плотная Атмосфера Состоит Из углекислого Газа А облака Из серной Кислоты Располагается Лишь Небольшое Количество Исследовательских Станций Базирующихся На Аэростатах Меркурий Небольшое Количество Солнечных Электростанций Находится В точках Вечного Света Расположенных На Северном И Южном Полюсах Меркурия Развитие Сдерживающих Проблемы Связанные С близостью К Солнцу И Высокой Орбитальной Скоростью Планеты Такие Вот дела Ну и естественно Земля Куда же без Нее Более подробные Сведения Можно Более подробные Сведения Можно найти В стандартном Издании Галактического Кодекса Альянса В результате Активного Освоения Космоса Орбиту Земли Заполонили Различные Обломки На высоте Превышающей 85 километров Рекомендуется Использовать Кинетические Барьеры Население Планеты 11,4 миллиарда Население Станции В точках Л4 и Л5 250 тысяч Вот такие Вот друзья Дела Собственно Исследовали Мы нашу Так сказать Маленькую Систему И вот такие Вот Интересные Вещи Там Обнаружили Ладно Что у нас Есть Куда мы Можем Слетать Я думаю Что мы Слетаем В это Хокинг Очень Красиво Здесь И Телепортируемся Точнее Слышаем Скачок Входящее Сообщение Капитан Вы будете Смеяться Но это Опять Альянс Шепард Это Адмирал Хэкет Из Командования Альянса У нас Есть Для вас Задание Бывший Офицер Альянса Кайл Организовал Небольшую Базу В скоплении Эд И Хокинга У него Есть Немало Последователей В основном Это Биотики Он Начал Открыто Критиковать Альянс И нам Кажется Что у него Проблемы С психикой У нас Могут Быть Неприятности Шепард Альянс Так Продолжаться Сказать О майоре Уже Слишком Поздно На планеты Более 100 спутников Внушительная Система Колец Состоит Из Измельченной Горной Породы Предположительно Образовавшейся В результате Разрушения Спутников Найден Медальон Во время Сканирования Планеты Торопта Вы нашли Небольшой Спутник С которого Поступал Довольно Странный Сигнал В процессе Дальнейшего Сканирования Старший Инженер Адамс Обнаружил Обломки Спасательной Капсулы Ваша Спасательная Команда Изучила Обломки И нашла Медальон Лиги Единения Канктра Планета Земного Типа Соединенных Средних Размеров Атмосфера Которая Содержит Азот И Аргон Покрыта Льдом Поверхность Имеет Высокую Концентрацию Олова Встречаются Залежи Кальция Помимо Впечатляющих Образований Из водяного Льда На полюсах Планеты Ничем Не Примечательно В общем Нашли Крупное Месторождение Кобальта Так что Следующий Следующий У нас Вот это Нет Нам не Сюда Нам вот Сюда Клиндагон Сухая Планета Земного Типа Не Больше Земли По Размеру Но Имеющая Маленькую Плотность Что Вызвано Относительно Малым Количеством Тяжелых Элементов Поверхность Планеты Имеет Высокое Содержание Олова И Алюминия И покрыта Обширными Пустынями Очень мелкого Песка Легко Переносимого Ветром Главной Достопримечательностью Клиндагона Является Без сомнения Великая Рифтовая Долина Простирающаяся Через всю Южное Полушарие Примечательно То, что Рифт Имеет Неприродное Происхождение Согласно Геологическим Данным Он сформировался В результате Скользящего Удара Снаряда Ускорителя Массы Невероятной Мощности Случилось Это Около 37 Миллионов Лет Назад Такие Вот дела И последняя Здесь Планетка Это Тонки Так Тамагера Тонкий Атмосферный Слой Тамагера Содержит Углекислый Газ И ксенон Поверхность Покрыта Льдом И состоит Большей Частью Из оксида Натрия Возвращаются Залежи Кальция В недрах Можно обнаружить Руды Металлов Не представляющие Ценности Наличие Каньонов И Намывных Равнин Свидетельствует О том Что в прошлом На Тамагере Что предполагает Существование Более плотной Изолирующей Атмосферы Но теперь Это Неинтересная Никому Программа Точнее Не программа А планета Я вот не помню Здесь есть что Да Посмотрели Все Остался теперь Присроп Вот Присроп Это спутник Клиндагона Это холодный Бесплодный мир Чрезвычайно Тонкий атмосферный Слой Которого Состоит из Углекислого Газа Этана Кора Присропа Содержит Большое Количество Залежей Тяжелых Металлов Альянс Объявил Тендер На добычу Минералов Ресурсов Планеты Но разработка Затруднена Близостью Кольца Пяти Килопарсеков Опоясывающего Центр Галактики В районе Кольца Происходит Активное Звездообразование И навигация В этом регионе Слишком опасна А поверхность Присропа Представляет собой Чудовищный Испещренный Рельеф Состоящий Из пересекающихся Горных хребтов И разломов Образовавшихся В результате Катастрофы Произошедшей Много лет назад Это не удержало Целое поколение Независимых Горнодобытчиков От попыток Нажиться На минеральных Ресурсах планеты Несчастье Многие из них Потеряли Свои жизни Конечно же Мы берем Наших ребят Спускаемся На планету Так Аномалия Убежище Биотиков Нам нужно Естественно Убежище Но вначале Мы прогуляемся Как обычно По карте Посмотрим Что-нибудь Интересненькое Может быть И найдем Хотя Знаете Я думаю Что это Мы уже Сделаем Скорее всего Где-то В следующей серии Ну а для этой Это наверное Будет достаточно Итак Всем спасибо Ребята За просмотр Надеюсь Вам понравилось Всем удачи И пока-пока Продолжение следует